Привет, друзья! Сегодня у нас такая будет весьма необычная головоломка. Такие у меня бывают не часто, но они интересные. Ой, эту головоломку, кстати, знаете, я ее не придумал сам, а нашел на одном форуме. Такую головоломку давали на собеседование, не помню, в какую организацию, на должность аналитика, чтобы посмотреть, как человек там оперирует с этими всякими числами, закономерностями, зависимостями и так далее. В общем, у нас есть в кругах, видите, четыре синих числа, из которых каким-то образом получается вот это центральное зеленое. Ну вот, видите, да? И в четвертом круге нам, собственно, нужно найти это центральное число в круге. Вы можете поставить на паузу, уже искать закономерности, думать. А я расскажу, в чем тут, пока что расскажу, в чем самая распространенная ошибка, а потом, собственно, покажу, как тут все задумано было. Смотрите, я как-то дал детям, и дети, ну, естественно, думают, зачем буду решать. Я сейчас посмотрю, мне там присоединяются. Задачки же бывают у меня разные, да? Иногда даешь им задачку для первого класса, где вообще не надо ничего там складывать, надо посмотреть, там что-то перевернуть и так далее. Вот они, видимо, решили, что такая же задачка и в этот раз. И просто увидели, вот просто не обращая внимания на другие числа, увидели, что вот тут мы берем, видите, пятерочку, да? Вот тут у нас такая же в центре двоечка. Вот тут у нас такая же шестерочка. И, короче, они подумали, что, ну, следующая, получается, очередь мы должны написать в центре такое число, как и число внизу, то есть четверочку, правильно? Ну и вообще тут везде четверки, еще и в этом подвох, да? То есть, ну, по-любому четырех, значит, ну, никак иначе не может быть. Ну, собственно, в этом, наверное, и подвох. Вот надо было сразу задуматься, что, ну, что-то нам тут неспроста дали все четверки. Наверное, что-то тут не так. На самом деле, это, конечно, неправильно, вот эта зависимость, типа, да и независимость это вовсе никакая. То есть, строгий определенный алгоритм действий. Какой? А вот показываю, какой. Берем, берем, значит, верхнее число. Ну, вот в первом случае это восемь, да? Делим его на нижнее число. Потом прибавляем к нему правое и отнимаем от него левое. Давайте проверим в каждом случае, сходится ли у нас или не сходится. Вот в первом случае восемь делим на четыре. Восемь делим на четыре. Это у нас получается два плюс пять минус два. Так, как раз получается пять. Вроде сходится пока. Давайте второй вариант проверим. Девять деленное на три, это у нас три. Плюс один, это у нас четыре. Минус два, это у нас два будет. Теперь тут смотрим, что у нас шесть деленное на два, это у нас три. Плюс восемь, это у нас одиннадцать. Минус пять, это как раз будет шесть. Опять все сходится. Ну и тут, соответственно, надо сделать то же самое. Четыре надо разделить на четыре, это будет один. Плюс четыре и минус четыре. Сколько у нас будет? Пять плюс четыре. То есть, один плюс четыре, это пять, и пять минус четыре, это один. Так вот, правильный ответ тут будет один, а никак не четыре. Поэтому стираем знак вопроса. Стираем этот зеленый, что мы тут пытались обвести, чтобы не выводить никого в заблуждение. И пишем тут смело единичку. Вот единичка, это правильно будет. Понятно? Ну, собственно, так и ловили, и, в общем, проверяли. Представляешь ты что-то из себя, стоит тебя брать на работу или нет. То есть, эти логические задачки, они вообще полезны. На должности, на которых надо думать, часто на собеседованиях дают именно вот такие вот логические задачки. Потому что, ну, на них, как бы, можно, на самом деле, натаскаться и на них, решать много задач, опять узнать подходы. Но, в целом, это показывает, работает у тебя голова или не работает. Так что подписывайтесь на канал, смотрите новые видосы, чтобы не пропустить, и чтобы ваша голова всегда работала. Даже если вы уже на пенсии, это вообще хорошая профилактика болезни Альцгеймера. Альцгеймера, вот, правильно сказал. Чтобы там в комментариях злобных не писали мне ничего такого. Ну, все, пока. До новых интересных задачек. Продолжение следует...